Всех любителей фиалок я приветствую на своем канале. Сегодня хочу вам показать то, что, возможно, еще не показывала, потому что старые сорта, даже если они зацветают, мне уже не очень интересно их показывать. А вот что-то новенькое, думаю, вам тоже больше интересно. Итак, это у меня Hunters Psycho Bubble Bells. Этот экземпляр у меня получился более яркий. Здесь не белые колокольчики, а розовые. И он смотрится более нарядно, чем был у меня экземпляр более бледный. Розетка миниатюрная, пестролистная. Единственное, что вот здесь много бутончиков, но кое-какие цветочки я уже пообрывала. Возможно, потому что у меня 26-27 градусов. Не знаю, посмотрим. Это первое цветение этого стартера. Хотя нет, это уже взрослая розетка. Ну, вот первое цветение такое шапочное. Мне очень понравился. Много-много цветоносов. Итак, свет загораживаю. Хорошенькие. Не раскрываются колокольчики, вонютку. В общем, рекомендую, кому нравятся такие нежные фиалочки. Еще плюс зеленая кайма, но она не влияет на то, чтобы цветочки дольше держались. Все равно портится, конечно. Не опадает, кстати. Это Энфилигрань Спорт. И, к сожалению, камера почему-то не передает настоящего оттенка. Показывает более бордовым. На самом деле это такой сиренево-палевый цвет. Не знаю почему. Давайте попробуем как-нибудь. Вот такой вот. Вот его натуральный цвет. Простые такие звезды. Вообще в описании простые и полумахровые звезды. Ну, я себе оставляю экземпляр более махровый. Там прям совсем махровый цветок. Вот. И по сорту у меня такая же форма цветка, только, опять же, не махровая. Но у меня была махровая форма цветка. Ну, погибла, поэтому я все это выращивала заново. И заново получилось у меня довольно-таки много спортов. Причем по листам мне казалось, что светлый лист это будет сорт, а темный спорт. Ну, вот смотрите, лист относительно светлый, на мой взгляд, все равно получился спорт. Поэтому здесь немножко непонятно, как определять сорт спорт уже по деткам. Видимо, ждать цветения. Розетка миниатюрная. Мне очень понравился этот сорт и спорт. Энн Млечный Путь. Розетка совсем миниатюрная. Здесь, наверное, 10 сантиметров. Я не измеряла, если честно. Очень сложно мне было, кстати, получить. Я брала лист и что-то напродавала. Оставила себе буквально две штуки. И обе они спортивные были. Один без фэнтези. Второй был экземпляр белорозовый вообще. Вот. Пришлось второй раз брать лист. И вот, наконец-то, детка сортовая. Есть у меня еще одна в излишках. Но я ее переукоренила. Поэтому не знаю, когда она будет. Просто вы спрашиваете. Вот предыдущий сорт. У меня есть взрослая розетка, но она более бледная. Все. Деток у меня от него нет. Если будете писать и спрашивать. Потому что скоро у нас сезон начинается. У нас уже потепление, но все равно температура ночью прыгает. Поэтому где-то, ну, чтобы воздух прогрелся в конце апреля, в начале мая все-таки. Опять же, пожалуйста, если вы хотите там оплатить и забронировать какие-то сорта, я просто не могу держать столько. У меня же просто и по городу покупают. Поэтому все, кто хочет оплатить и забронировать, к сожалению, так не получится. У меня не такая большая коллекция, чтобы всем все отставлять и иметь целый стеллаж просто для брони. Все-таки растения живые. Мало ли что у меня погибнет. Поэтому я себе беру, соответственно, детку, если такое случается. Вот. Не могу же я остаться без сорта. Ну и вот такие три розетки. Это эншартрес. Тоже все детки уже распроданы. Проданы. Ну вот не дожили они до почтового сезона, потому что все раскупили. Полноценного цветения чего-то как-то не получилось. Не поняла я, почему. Один цветок я уже убрала. Махровые звезды. Белые с зеленой каймой. Крупные. Ну и розетка тоже 13, наверное, сантиметров. Возможно, будет 15. Ну вот букетика нет. Показываю вам все вот эти вот недоцветашки вместе. Это у нас АВ Волшебной Японии. Тоже как-то букета не получилось. С геллистовой вообще очень сложно. Нижние листы закручиваются. Их нужно либо обрывать, чтобы выпрямить вот эту вот серединку. Иначе вся она какая-то кривая, косая. В общем, цветочки уже попадали. Не знаю, пока нравится, не нравится этот сорт. А вот этот мне очень нравится. И розетка красивая. Это Морганс Поп-Ап. Но цветы у меня почему-то половина спортивных. Вот этот малиновый, он не должен быть такой. Должны быть вот нежно-розовые, как здесь. Один вообще с какими-то полосами химерными. Один вот спортивный. Один с темной каймой. В общем, опять какое-то неполноценное цветение. Второй раз уже цветет. Серединка что-то уж какая-то непонятная. Ой. В общем, от этих препаратов я замучилась выкидывать уже розетки с двойным центром. Особенно гёл. Сорта любят двоить бошку. Замучилась я с этой крестатностью. Потому что это только на выброс идёт. Леосоль. Пока я не поняла этот сорт. Я видела его на выставке. Здесь просто не моя расцветка. Мне не очень нравится ни белая рубашка. Ни вот такой вот фуксивый цвет. Опять же, камера сейчас засвечивает. Вот такая она яркая. Цветы крупные. Розетка, наверное, до 15 сантиметров. Я думаю, это 13-15. Ну, просто вот не моя расцветка. У меня три, по-моему, детки. Так что, кому нравится, пожалуйста. Можете забирать. У меня очень жарко. Цветы уже начали портиться. Розетка пестролистная. Ну и давайте покажу парочку стандартов. Мне очень понравился вот этот спорт от RM Оранжевое лето. Почему спорт? Потому что каёмка должна быть, смотрите, с большим количеством фэнтези. У меня буквально пару штучек насыпали этих фэнтези. И она смотрится бледновато. А должна быть более яркой. Вот эти фэнтези фиолетовые или бордовые создают более яркий цвет. А так сначала открывается такая звезда. И потом она становится всё более махровой. Цветёт постоянно. Единственное, что вот эти цветочки кладут свои головки вот так вот вниз. Некоторые такие цветоносы не все. Не вверх они смотрят, а вот как-то вниз. Розетка крупная. Сантиметров 25. Ну и шапка тоже нормальная. Всё гармонично. Вот. Понравился он мне. Ну и давайте, чтобы видео уж не было совсем маленьким, покажу вам ещё вот эти сорта. Я вам уже показывала. Это Hunter's Taste of Show Kiss. Он у меня портит листья, к сожалению. Ну вообще как-то я его размножала. Мне и пасынки не все как-то нравятся, как выглядят. Листья такие какие-то бывают на некоторых вот излишках тускловатые. В общем, то ли ему фитиль не нравится. Но цветы, конечно, очень красивые. Это как Hunter's Coral Carress. Вот он розовый. Такая форма цветка интересная. Это тоже самое, только более яркий цветок. И вот это Jolly Imp. Кстати, вот этих излишков у меня несколько штук есть. И Jolly Imp тоже. Я вот сейчас рассадила пасынки. Тоже должны быть в излишках. Нужно всё пересаживать. Вот я ждала шапочку, хотела полюбоваться. Листья уже нижние попорчены. Нужно всё-всё это пересаживать и омолаживать. Этот, кстати, омоложен. Но всё равно я тут хожу и нижние листья обдираю. Он любит, кстати, посынковаться. Поэтому в размножении нет никаких проблем. Вот. Видите, какие крепкие цветоносы. Хорошие сорта. Рекомендую.